Дорогие друзья, я рад видеть вас на канале MyChoose, меня зовут Макс и сегодня для вас я подготовил обзор на студийные мониторы от компании DIN Audio, модель BM5A Mark III. Вот они сзади стоят, вон там красавчики под лампой. И спустя 3 месяца использования этих монитор я уже подготовил свое субъективное мнение, которым хочу поделиться с вами. Перед просмотром поставьте пожалуйста лайкосик, подпишитесь на канал и я начинаю конечно же со звучания. В этих мониторах установлен 6,5 дюймов NCH Driver из жесткого магниево-силикатного материала производства как раз таки компании DIN Audio. Благодаря этому мониторы могут звучать до слышимых 40 Гц, а в моем подготовленном помещении эти мониторы даже спускаются на 34 Гц. NCH Driver выполнил, как я и сказал уже по фирменным технологиям DIN Audio, как и большинство компонентов в этом мониторе, включая даже магнит, который они сами вырезают и намагничивают и полностью алюминиевый каркас динамика. Благодаря большой катушке динамика и легкому алюминиевому корпусу, динамик отрабатывает точно, четко и быстро, а переходные процессы слышны отчетливо. Динамик установлен на очень мягком подвесе и у него довольно таки большой ход самого динамика, наверное от этого как раз таки и тот огромный низ, который они могут нам дать. ВЧ твиттер мягкий, 28 мм, с магнитной жидкостью, звуковая катушка твиттера из чистого алюминия, как и прочие элементы этого монитора, все собирается вручную, включая и сам твиттер. Его также закрывает еще и треугольный колпачок, назовем его так, но он и выполняет роль не только как защита, но так же как и рассеиватель. Усилитель в этих мониторах установлен на классе D, с применением еще и DSP и суммарно НЧ и ВЧ нам смогут дать 100 Вт на один монитор. Частота разделения кроссовера у этого монитора 1900 Гц и спад фильтра кроссовера 12 дБ на октаву, это очень щадящий и плавный фильтр. Максимальное звуковое давление у этого монитора 118 дБ. Касаемо фазоинвертора, он здесь имеется, здесь он выполнен в щелевом виде и по какой-то рупорной системе. У фазоинвертора довольно скошенные мягко углы и постепенно он сужается в концу своего основания, если можно так сказать. Скорее всего это было сделано для того, чтобы монитор не так резко обрубал потоки воздуха, исходящие из кабинета монитора, либо же все-таки это скорее всего мои догадки, но зная Dino Audio, они очень скрупулезно подходят к своей акустике и вообще технике, то скорее всего какая-то там физическая или инженерная мысль точно была. Если я не прав, пожалуйста поправьте меня, возможно я до конца не допонимаю. Перед вашими глазами сейчас АЧХ, который я снимал румикю визером и измерительным микрофоном у себя в комнате. И моя комната конечно далека до идеала, здесь применяются конечно же и ловушки в виде акустических панелей из минеральной ваты, также обработан у меня панелями и потолок, есть рассеиватель в конце комнаты. И в моих условиях получилось добиться плюс-минус 4 дБ от 34 Гц до 20 кГц. В моей комнате, когда я эти мониторы купил, я их установил на кастомные стойки, которые я сделал своими руками. Сейчас на них стоят Ямахи, просто стоят эти стойки из МДФа, в которых засыпан песок, поэтому они тяжелые и у них резонансная частота очень низкая. И как раз таки на этих стойках и в данном помещении получилось добиться более-менее оптимального АЧХ и фазовой характеристики монитора. Единственный недостаток в этом АЧХ, я думаю вы уже увидели, это то, что есть небольшой бугорчик на средних частотах, точнее на нижней средине, но в этом во всем виноват стол, который я, увы, никуда деть не могу и единственное, что я сделал, это просто положил панель мягкую на этот стол и с ним более-менее звучит нормально. И хочется еще быстренько сказать о том, что совсем недавно я приобрел D-Max Super Cubes 5, которые сейчас встали ко мне на стол очень близко, как говорится, это ультраблизкий мониторинг, и они перекрыли мои D-Audio, которые стояли на стойках. Поэтому сейчас я их переместил аж в самый зад своей рабочей системы на другие железные стойки, обычные дешевые, и назовем это так, среднее поле. Но даже в этой позиции мониторы звучат довольно-таки интересно и показывают довольно неплохую картинку по АЧХ и ФАЧХ. Если вы пользуетесь какими-то системами коррекции, например, SonarWorks, RealFonts, либо же, например, как в моем случае, это IK Multimedia Arc, у вас, конечно же, есть измерительный микрофон и плагин, который может вам корректировать АЧХ вашей акустической системы. Я также сделал через нее замеры из своих D-Audio, но, увы, применять коррекцию мне не хотелось, потому что характер мониторов мне очень близок, он мне очень нравится, а какие-то особенности в виде бугра на нижней средине я к нему просто привык, и мне хватило всего лишь месяца для того, чтобы адаптироваться. Поэтому систему коррекции я с этим монитором не применял, но в вашем случае могут быть исключения. Теперь поделюсь своими субъективными ощущениями от звучания этих мониторов. Фантомный центр у них ловится отлично, если мониторы стоят корректно и правильно, то свитспот вы сразу же ощутите, это любой человек это поймет. И особенностью этой модели, как по мне, это является их огромный качающий низ и хорошая динамика, то есть переходные процессы. Как раз-таки низких частот здесь много, они массивные, их более чем достаточно. Монитор не просто гудит, как какая-то дешевая дуделка фазоинверторная, там как Адам и ТСМВ или JBL Келысары, вы точно слышите ноты баса и ощущаете его еще и телом. Нет гула, удар бочки и затухание этой бочки отчетливо слышны. Перейдя на эти мониторы со своих КРК, ВХТ-6 и Адамов ТСМВ, я четко стал формировать низкие частоты правильно в своих миксах, и они ставили у меня получаться намного лучше. Потому что раньше баса в моих миксах было недостаточно, то есть в моем помещении я включал на своих Адамах, и такой, вау, качает, бомба. А потом приходил на какие-то концертные площадки, подключал свои миксы и понимал то, что баса можно было еще поднавалить. С этими динаудами такого не случается. Средние частоты здесь в меру ровные, если это так можно назвать. В моем случае, конечно же, есть небольшой бугор на нижней середине из моего стола, но к нему я привык. Какую-то мутность я не могу сказать, что эти мониторы мутные. Артикуляция слышна, переходные процессы тоже. Эквализация, когда вы поднимаете или опускаете на 0,5 или 0,7 дБ, ее слышно. А так, у релиза компрессора тоже отчетливо можно различать. Так как подвижная часть НЧ-драйвера большая, и материалы самого НЧ-драйвера очень легкие, поэтому транзиенты здесь отрабатываются тоже отлично. Вокалы, электрогитары, бас-гитары, даже если мы берем какой-то верхний бас, синты, это не проблема для Dinaudio BM5 Mark III. Высокие частоты здесь яркие, открытые, даже в некоторых моментах они сыпучими кажутся. Эти мониторы иногда показывают, например, за Сибилянту то, что ей не является. Поэтому я использую еще вторичную пару контроля, например, D-Max, либо же какие-то наушники. Но в целом высокие частоты здесь приятные, они музыкальные. На этих колонках можно не только работать, сводить, мастерить, но также еще и в кайф слушать музыку. Поэтому на такой небольшой косячок поверху я могу закрыть глаза. Пространство при должном расположении мониторов ощущается широким, моно ощущается четко в центре, сайт четко по сторонам. Глубину можно нащупать, но это не та глубина, которая, например, у D-Max, которые линейно-фазовые мониторы. Все-таки Dinaudio к таким не относится, и поэтому 3D пространство сформулировать тяжело. Но это не означает то, что ты не сможешь корректно поставить инструменты в миксе. То есть лево, право, центр, это все слышно, ощущается. И даже если что-то торчит в миксе, это отчетливо слышно. Если чего-то не хватает, то ты это понимаешь. Так что работать с комфортным можно, даже несмотря на вот ту 3D сцену, которую могут нам дать, например, линейно-фазовые мониторы. Звуком мониторам я остался доволен, если подытожить. Это сейчас моя вторая пара мониторов, на которых я работаю. За первую сейчас у меня являются D-Max Super Cubes. И это как раз-таки отличная связка. Ровные и линейно-фазовые D-Max и слегка окрашенные и низастые Dinaudio. Теперь перейдем ко вторичным моментам. Это внешний вид и качество сборки. По поводу дизайна, эти мониторы довольно скромные, но утонченные. Отличительной особенностью этих мониторов является их диффузор, который очень огромный на NCH-драйвере. И ты сразу понимаешь, какие мониторы, точнее, чьи мониторы у тебя перед глазами. Черный цвет корпуса с древесной текстурой отлично сочетается со серебристыми окантовками NCH и VCH драйверов. А на нижней части корпуса красуется небольшое название Dinaudio. На задней панели монитора мы обнаружим только контрольную панель и маркировку самого устройства. И также на верхней части расположился фазоинвертор. Сборка у монитора отличная. Материал корпуса изготовлен из плотного MDF 18 мм. Как по мне, этот MDF отличается своей текстурой от других, которые у меня были мониторы. Например, те же Yamaha, либо же Adam. Драйвер и твиттер прикручены здесь болтами. Постучав по корпусу, либо просто его пощупав, ты не чувствуешь каких-то звуков, каких-то дребезжаний. Как будто что-то отваливается, отклеивается. Все с этим хорошо. Спустя три месяца использования данных мониторов. Кстати, я их покупал еще даже и БУ. У меня претензий не возникло. Первый владелец с ними относился бережно. И в целом и я буду также продолжать с ними относиться. Хочется еще отметить то, что продукция DIN Audio. И в данном случае эти мониторы собираются на заводе в Дании. На заводе DIN Audio. Поэтому европейское качество. По крайней мере, китайским клеем они пахнуть точно не будут. По функционалу на задней панели у нас есть контрольная панель, которая несет в себе те или иные особенности. Первый из них это, конечно же, фильтры. Первое, что мы увидим, это High Pass фильтр, который может там сделать Low Cut фильтрацию, отрезая 60 либо же 80 Гц. Это отлично подойдет в том случае, если мы в свою систему хотим поставить сабвуфер, у которого нет кроссовера. Поэтому мы свои DIN Audio обрезаем, и у нас все звучит круто. Дальше есть LF фильтр, который делает ослабление, либо же подъем NCH на плюс 2 либо минус 2 дБ. Также есть фильтр средних частот, который опускает на минус 2 и минус 4 дБ средние частоты. Высокочастотный фильтр нам делает подъем на плюс 1 или минус 1 дБ на высоких частотах. Есть Tumblr Level, который отвечает за усиление монитора, плюс 4, 0 или минус 10 дБ. И Power Mode, функция, которая включает так называемый стендбай режим. То есть мониторы переходят в спячку через какое-то время, пока они не работают. Если вы не заметили, то на задней панели нет регулятора гейна мониторов. И это вы его, короче, не найдете, потому что его нет, он отсутствует. Но для меня это не проблема, я со своей антилопой просто управляю громкостью этих колонок. Но если такой возможности у вас нет, вы можете за 70 баксов примерно купить ремоут контроллер. Если вы заметили, там есть 3,5 мм джек, который подключает этот ремоут контроллер. По сути, это просто регулятор громкости для этих колонок. И его производит кто? Правильно, DIN Audio. Поэтому, если у вас возможности управлять звуковой картой нет, покупайте ремоут контроллер и будет все ок. Ну и, конечно же, последнее. Там есть включение-выключение монитора и разъем для подключения силового кабеля питания. Наверное, сейчас вы бы хотели послушать эти мониторы, чтобы я поставил микрофон перед ними, я включил запись, вы послушали, сравнили А, Б. Но я этого делать не буду, потому что я считаю это полным буллщитом. Почему? У меня мониторы стоят в моей комнате, с моим звучанием. Они стоят вот в такой вот позиции. Я возьму микрофон, который еще будет окрашивать их звучание. Вы это будете слушать потом через ютубчик, в своих наушниках, либо же в своих колонках или мониторах. И вы не получите ту конкретную картинку звучания этих моделей. Самый лучший вариант это найти эти колонки у кого-то у вас в городе, либо же в магазине, прийти послушать, а в лучшем случае взять к себе в студию и послушать их там. Тогда это будет именно то, что нужно. По поводу конкурентов. Кстати, у этих мониторов я нашел небольшое количество конкурентов в их ценовом диапазоне. Возможно, вы найдете больше или отметите больше. Напишите это в комментариях. Но я отметил именно три модельки. Это EVE Audio SC207, Focal Alpha 80 EVO и KRK V8 S4. Эти мониторы примерно как раз таки 470-550 баксов, как и наши DIN Audio. Ну и, конечно же, отличаются они и по дизайну, и по звуку, и по сборке. Характер у них тоже разный. Поэтому, выбирая мониторы, лучше как раз таки прийти в шоурум, либо же взять мониторы к себе в студию. И тогда вы точно будете понимать, это ваша система или же нет. В моем случае было все не так. Я, конечно же, смотрел рецензии, смотрел отзывы в интернете, опирался на высказывания своих старших коллег о той или иной паре. И как раз таки DIN Audio я купил таким же образом, ориентируясь на то, о чем говорят люди. И я не прогадал. Мне эти мониторы очень понравились. Они попали в тот характер, который мне нравится по звучанию. И в целом я не могу выделить какие-то особенности, которые мне не нравятся. Но единственное, что это тот верх, который мне иногда кажется сыпучим. Но это в редких исключениях. И то, что он показывает сибилянты там, где их нет. Но к этому стоит просто привыкнуть. Либо же иметь вторую пару контроля, как это есть у меня. Поэтому я на это закрываю глаза. А в целом мониторы мне очень понравились. И это хорошая система в том случае, если вы уже перешагнули свои Yamaha HS5, свои JBL-ки LSR305, либо же Адамы T5, T7V. Эти мониторы классово выше. Они дадут картинку лучше. Они покажут больше деталей. И особенно это связано с низкочастотным диапазоном. Тот диапазон, который очень важен и который очень проблематичный в бюджетных мониторах. Эти колонки хорошо подойдут для тех, кто пишет музыку, для тех, кто занимается звукорежиссурой. Если вы сводите мастерите, либо же просто любите слушать качественную музыку. Конечно же они подойдут. И тем более за свои 470 долларов, которые стоят они у меня в стране. Даже после покупки D-Max Super Cubes, которые дают еще более детальную картинку. И дают еще линейно-фазовую картинку. То есть пространственный микс ощущается совсем по-другому. Я даже после их не хочу продавать свои D-Audio. Ямашки у меня стоят пятерочки через пятый. Вот они просто стоят, потому что я их буду скоро продавать. Но D-Audio скорее всего нет. Эти мониторы мне запали в душу своим звучанием. Своим даже просто внешним видом. Не вычурным, обычным, спокойным. И мне это очень нравится и приносит радость моему взгляду. Если этот обзор вам понравился, напишите пожалуйста в комментариях, как вам вообще обзор. Поставьте лайкосик. Не забудьте перейти по всем ссылочкам, которые я оставлю в описании. На мой канал другой, там где я показываю свои музыкальные проекты. На топ студийных мониторов, топ наушников студийных, звуковых карт и так далее. Это все я делаю для вас, ребята. Поэтому не забывайте смотреть, комментировать, лайкать. Это очень мне помогает. И помогает, конечно же, каналу и выходу новых видосиков. С вами был Макс. Это канал MyChoose. И всем пока.